Украина-гей. Так называемый скандал с возможным, я подчеркиваю возможным, потому что в судебном порядке это не подтверждено, вмешательством украинских топ-чиновников в американские выборы президентские 2016 года. Этот скандал развивается, набирает оборотов. Сегодня Руди Джулиани дал еще одно интервью, в котором сказал, среди прочего, но из ярких заявлений, что Зеленскому нужно отказаться от, точно не помню формулировки, но он сказал, что бандитского происхождения бизнесменов-олигархов, Коломойского и других, людей, которые в его окружении и прочее. Что, на ваш взгляд, это значит для Украины, для Зеленского, для нас с вами, отчасти для простых обывателей? Во-первых, я абсолютно уверен, что Коломойский не является окружением Зеленского, это первое. Я в этом уверен на 100%. Раз. Второе. Я считаю, что Соединенные Штаты – великая страна, которая смогла построить счастливое, настоящее для своих граждан. И я эту страну очень уважаю. Я считаю, что в своих внутренних проблемах они разберутся сами, и нам не надо туда совать нос. У них есть свои внутренние отношения между республиканцами и демократами, они давние, есть взаимные претензии, но это внутриамериканский вопрос, аж никак не украинский. Поэтому я считаю, что Украина должна заниматься Украиной, а Соединенные Штаты – Соединенные Штаты. А кто нас втягивает туда? Ну вот кто нас тащит? Кто тебя тащил в 2016 году? Кто тащит сейчас? Я думаю, что таскивают нас туда наши чиновники, которые хотят получить индульгенцию на свои грехи. Но вы сейчас так… А Юрий Луценко, я так понимаю, да, в подавляющем… Я о чиновниках, которые хотят получить индульгенцию на свои грехи. Я понял. Я понял. Без конкретизации. Но вы про нынешнюю ситуацию или про 2016 год? Потому что в 2016 году у нас вот те чиновники, которые, возможно, вмешивались в американские выборы, тоже были такими новоиспеченными, скажем так, фактически не имеющими за своей спиной таких серьезных огрехов. Те люди, те политики, те чиновники, которых сегодня обвиняют в том, что тогда они как раз и делали все от них зависящее, чтобы победила Клинтон, а не Трамп. Вы знаете, у нас есть люди, которые имеют много денег и которые делают ставки на тех или иных претендентов, на высшие посты в тех или иных странах. И очень хорошо для них, когда эти люди побеждают, и очень плохо, когда ставки не срабатывают. Но страна не должна быть в заложниках отношений этих людей с различными чиновниками в других странах и сыгравшими или не сыгравшими ставками. Страна – это одно, а их личное – это другое. Надо отделить мухи от котлет. Хорошо. А вот предмет скандала Украина-Гейт сейчас – это возможная, даже где-то коррупционная составляющая в деятельности уже американских высоких чиновников. Речь о Байдене, экс-вице-президенте Соединенных Штатов, деятельности его сына. У нас здесь в Украине тот же Джулиани сегодня в этом же интервью сказал, что Байден вывез миллионы из Украины нелегально. На Украине зарабатывали? Я не американское правосудие. Я это сказать не могу. Я считаю, опять-таки, исхожу из того, что Соединенные Штаты Америки – великая страна. Если у них есть подозрения по отношению к своим гражданам, которые приступили американский закон, надо проводить расследование. Если у них есть подозрения, что в преступлении закона их гражданами участвовали граждане Украины, ну надо проводить расследование в отношении этих граждан Украины. Это нормальная практика.